Сегодня Московская область динамично развивающийся регион по многим показателям таким как образование, здравоохранение, промышленность, сельское хозяйство. Регион в лидерах. Но без прошлого нет настоящего и будущего. Во все времена Подмосковье было и остается стратегически важным регионом нашей страны. Московская область всегда играла особую роль в укреплении государственности, духовных традиций, в культуре, науке, в военных победах нашей страны. Каждый город, каждый регион имеет свои символы и ассоциации. Подмосковье – это Сергий Радонежский и Дмитрий Донской. Это первая победа в ходе Великой Отечественной войны. Это священное место проявления героизма всего нашего народа. В рамках празднования юбилея региона выдающимся людям Подмосковья были присвоены звания почетный гражданин Московской области. Среди них и олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина. Это не только оценка за твой труд, но это еще и больше стимул трудиться, достигать и работать на благо, в первую очередь, Московской области, на благо страны. Я достаточно с раннего возраста знаю, что такое представлять страну, знаю, что такое поднимать флаг страны своими достижениями. Обязуюсь продолжать это делать с таким же упорством и с такой же настойчивостью. Сразу два жителя Одинцовского городского округа были удостоены высокой награды. Знаком преподобного Сергия Радонежского отметили Дениса Майданова и Александра Ворошила. 75 лет, за которые была и работа в Большом театре СССР, России и в качестве солиста оперы, за что, собственно, все мои звания творческие, которые я получил. Высокая награда – это в первую очередь большая ответственность. Деятели культуры продолжат и дальше трудиться на благо родного Подмосковья. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.